Здравствуйте! В эфире новости Сарапула в студии Юлия Клюева. И мы расскажем о самых последних событиях из жизни города. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из их предусмотрено, что территория парка станет шире. Есть предложение организовать здесь баскетбольную и скейт-площадку. Сейчас детская площадка на детей дошкольного и младшего школьного возраста, то сейчас этим проектом планируется привлечь большее количество детей и разных возрастов. Вторым объектом в рейде по городу стал парк Победы в микрорайоне Эликонт. Это место для отдыха сравнительно молодое и довольно благоустроенное. Единственное, чего здесь не хватает, по мнению жителей, амфитеатра. Далее представители администрации осмотрели площадь двухсотлетия Сарапулу. Здесь была возможность пообщаться с горожанами. Их пожелание – увеличить в этом районе количество зеленых насаждений. А по мнению администрации, район нуждается и в смене остановочных комплексов, и в единообразии вывесок. Площадь 200 лет Сарапула – это тот объект, который требует разработки проекта по инженерному, по вертикальной планировке, водоотведению, поверхностных вод, чтобы было комфортно, не только красиво, но и комфортно ходить по пешеходным дорожкам. Потому что историческая территория 200 лет Сарапул – это было болото. В парке имени Ленина планируется зонировать территорию и сделать его удобным для людей всех возрастов, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья. Другой объект – Пушкинский парк – уже зонирован. Он требует современного наполнения. Мы сейчас ведем работу по сбору предложений по наполнению этих пространств. Предложения, что чем дополнить, что убрать. То есть, по сути, с населением проектируем вместе. Последним объектом в рейде по городу стала набережная реки Камы. К ней было принято решение подъехать со стороны улицы Степана Разина. Именно до перекрестка с этой улицей и планируется ее благоустроить. И вот сегодня мы комиссионно специально проехали все эти шесть общественных пространств, которые будут выноситься на голосование 18 марта, чтобы оценить те предложения, которые вносят жители. Они очень достойные, они правильные. Мы их все будем учитывать при подготовке эскизных проектов. А 18 марта горожанам предлагают выбрать очередность, с которой эти объекты будут благоустроены в период до 2022 года. Мы продолжаем вас знакомить с работой депутатов Сарапольской городской думы. И сегодня мы побывали в общественной приемной Анатолия Наумова. Общественная приемная Анатолия Наумова никогда не пустует. К депутату Государственного Совета и руководителю предприятия приходят с разными вопросами. Общественная работа вне зависимости от поста и должности для Анатолия Федоровича всегда была одной из приоритетных. Первое – это поддержка людей, кто бы с каким вопросом не обращался. Но, как правило, по-прежнему вопросы о материальной поддержке, то есть на лечебные нужды, на поддержание жилищных условий. То есть вот чисто индивидуальные вопросы, с которыми человек в одиночку не может справиться. Вот обязательно нужна такая внешняя поддержка. Евгения Салахиддинова живет по улице Фабричная. Впереди весна. И ее, как жителя старого многоквартирного дома, волнует благоустройство придомовой территории. Живу в многоквартирном доме, деревянном. Получается, ну вы, наверное, все знаете еще, бараки построены очень давно. И дело в том, что у нас такая проблема. Во-первых, там асфальта абсолютно нет. И нет твердого покрытия. Поэтому хотели бы хотя бы какие-то ямы, вот эти углубления, в которых просто в осенний-зимний, ой, извините, в осенний-весенний период вообще просто невозможно пройти пешим ходом абсолютно. А Раиса Трофимова пришла с вопросом материальной поддержки. В городе для всех желающих организованы бесплатные курсы по изучению удмуртского языка. А организационные вопросы требуют финансовых затрат. Почему именно к Анатолию Наумову за поддержкой? Ответ прост. Ну, Анатолий Федорович очень много помогает. И национальным центрам помогает, обществам. Каждый год ездим на Гербер, на республиканский праздник русского народа. Обращаемся к нему и с транспортом. И почему-то я надеюсь, что именно Анатолий Федорович нам поможет. Было много вопросов и о трудоустройстве, и о помощи в получении места в детском саду. И ни одного категоричного нет. Анатолий Наумов занимается не только вопросами благоустройства, но и в целом повышением качества жизни горожан. Я хочу сказать, уже меняется эта поликлиника. В микрорайоне Леконт никогда она была базовой для завода. После перестройки она отошла в ведение Минздрава республики. Понятно, руки не всегда доходят до таких вот мелких маленьких объектов. Я считаю своим долгом, как директора завода, как депутата, поликлинику надо поддерживать. Там уже мы провели немало работ в части расширения функционала оказываемых услуг. Физиокабинет восстановили, рентген-кабинет. А мы организовали первый в городе дневной стационар. Есть в планах у депутата Наумова и благоустройство общественных пространств в микрорайоне. Все задумки долгосрочные и актуальные для горожан. Здравствуйте, проходите. Здравствуйте. Меня зовут Некрасова Елена Дмитриевна. Я член участковой избирательной комиссии номер 949. Все о выборах, компетентно и с доставкой до адресата. С 16 февраля члены участковых избирательных комиссий Сарапула информируют горожан об особенностях выборной кампании 2018 года. Задача членов избирательной комиссии – это информация избирателей о том, что 18 марта состоятся выборы президента Российской Федерации. Первый этап информационной кампании завершился 20 февраля. Избирателям подробно рассказывали о порядке участия в выборах, возможности подачи заявлений о голосовании по месту пребывания. Этап следующий начнется 25 февраля. В рабочие дни избирательная комиссия будет работать с 4 часов дня до 20.00. В субботу и воскресенье, в выходные дни, избирательная участковая комиссия работает с 9 утра до часу дня. Это с 25 февраля. В этот период члены избиркома пригласят желающих на сверку списков избирателей. И напомнят, что с 8 марта можно подать заявление о голосовании на дому. Это доступно для тех, кто не может прийти на участок по состоянию здоровья. Заявление можно будет подать письменно через личного представителя, либо позвонив по телефону участковой избирательной комиссии, указанному в раздаточном материале. Все на выборы. Пока кандидаты на пост президента ведут активную агитацию, избиратели определяются с выбором. Для многих день голосования – возможность высказать свое мнение. 18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Мы каждый год ходим, как это обязанность. Мы же россияне должны свой голос отдать за своего президента. Кто же это, кого мы желаем видеть. Я 18 марта обязательно пойду голосовать. И за кандидата, которого считаю нужным. Выбор для избирателя – это возможность высказать свое мнение. Ну, это наш выбор, наше будущее. Я хочу сделать свой выбор, чтобы был достойный президент, чтобы страна поднималась. Важен каждый голос. «Сарапул выбирает». На этой неделе в социальных сетях стартовала необычная акция для неравнодушных горожан. Чем же она необычна и где можно ознакомиться с условиями участия в ней, расскажем далее. «Сарапул выбирает». «Сарапул выбирает» до 23.00. Ну и, конечно же, верить в удачу и ожидать своей победы. Давайте повторим условия. Вступаем в группу «Живу в Сарапуле». Делаем репост 18 марта. Делаем фотографию. Выгружаем до 23.00 фотографию с хэштегом «Сарапул выбирает». Ждем розыгрыша. Ну и, конечно же, становимся обладателями одного из ценных призов. Мы строим дома и спасаем жизни. Мы проектируем корабли и защищаем Родину. Мы принимаем решения. А для этого мы делаем свой выбор. 18 марта. Выборы президента Российской Федерации. Пенсионный фонд принимает заявление на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Кому полагается выплата, расскажем в следующем сюжете. Пенсионный фонд уже принимает заявление от семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается тем семьям, в которых второй ребенок родился или был усыновлен после 1 января 2018 года. Мама может подать сразу два заявления на получение сертификата и установление выплаты. Семья имеет право на ежемесячную выплату в размере 8 964 рубля. Если доход на каждого члена семьи не превышает полуторакратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина, в Удмуртской республике это 14 202 рубля. При подсчете общего дохода семьи учитываются все выплаты, в том числе премии и различного рода компенсации. Если обратиться в первые 6 месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка. Если обратиться позднее 6 месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления. Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенка полутора лет. Однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на ее назначение. Выплаты при необходимости можно приостановить. Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в управление пенсионного фонда или через МФЦ. На рассмотрение заявления закон отводит один месяц на перевод средств на счет родителей 10 рабочих дней. Мы начинаем новую рубрику «Открой Сарапул заново», где будем рассказывать об интересных исторических фактах, достопримечательностях, экскурсиях и увлекательных программах для туристов. Надеемся, что вы другими глазами посмотрите на свой город и поймете, что живете в уникальном месте с удивительной и богатой историей. Здравствуйте! Меня зовут Елена Радыгина, и я приглашаю вас открыть Сарапул заново вместе со мной. В 2018 году исполняется 150 лет со дня рождения почетного гражданина города Сарапула Павла Андреевича Башенина. В первую очередь отправимся на дачу Башенина. Здание было построено в 1909 году по проекту московского архитектора Павла Алексеевича Трубникова. Здесь встречали барона фон МЭКа, председателя Московско-Казанской железной дороги. И, как говорят старожилы, именно после этого события было решено, что через Сарапул будет проложена железная дорога. Здание дачи Башенина является визитной карточкой города Сарапула. Именно здесь в 1919 году поднимался вопрос о создании удмутской автономии. Самым крупным делом Башенина явилось строительство двух грандиозных предприятий. Это капитальная система водоснабжения и первые в прикамье электростанции. В музее к знаменательной дате запланирован ряд мероприятий. Событий действительно намечено очень много. Главное мероприятие состоится в день города, где большой блок будет посвящен как раз юбилею Павла Андреевича Башенина. Имя городского головы до сих пор живет в народе, поэтому популярны и проекты, связанные с его личностью. Гости обычно приезжают как раз у нас в дачу Башенина, чаще всего потому, что дача Башенина является, естественно, необходимым пунктом экскурсии практически все в городе. Ресторан «Город» не первый год с успехом организует программу «Купеческие куражи». Только здесь можно попробовать уникальный пирог в рецепте семьи Башениных. Ну это бомба вообще на самом деле получилась, потому что пирог очень необычный, очень необычный. И из идеи этого пирога, вот из истории этого пирога, как раз возникла следующая история. Это история гастрономического туризма, гастрономической экскурсии, гастрономического обеда. Программа с успехом проходит не только среди туристов, но и жителей. Это хороший способ удивить гостей юбилея или свадьбы. В преддверии праздника женщины города поздравляют мужчин с Днем Защитника Отечества. Дорогие мужчины, уважаемые защитники Отечества, в преддверии замечательного праздника я желаю всем вам крепкого здоровья, успеха, счастья и процветания нашей Родине, России. И пусть каждый день нашего Великого Отечества будет самым счастливым для всех нас. С праздником! Уважаемые мужчины, поздравляю вас с Днем Защитника Отечества. Особые слова поздравления ветеранам, которые внесли большой вклад в развитие спорта в городе Сарапуле. Поздравляю весь тренерский состав, действующих спортсменов, любителей спорта. С праздником! Желаю всем здоровья, спортивного долголетия, семейного благополучия, всех благ. С праздником! Уважаемые мужчины, поздравляем с наступающим праздником, с Днем Защитника Отечества. И в эти последние дни зимы с теплым чувством хотим пожелать здоровья вам и вашим близким, непременно успешного осуществления всех ваших планов, стабильного мира, светлого неба. И никогда не дрогнуть перед бурями бытия, и всегда найти в себе силы для того, чтобы преодолевать все трудности и двигаться только вперед. С Днем Защитника Отечества! Уважаемые мужчины, водители, пешеходы и пассажиры, отдел ГИБДД искренне вас поздравляет с 23 февраля и желает как можно реже получать квитанции о штрафах, быть осторожными и внимательными на дорогах, ведь дома вас ждут родные и близкие, заботиться о своей безопасности и безопасности своих пассажиров. А самое главное пожелание, чтобы у нас не было поводов вас останавливать, а у вас боязни наших встреч с вами. Помните, защищать Родину – это значит заботиться о безопасности ее граждан. С праздником! Творческий коллектив программы «Новости Сарапула» присоединяется ко всем теплым словам. Смотрите нас на телевидении и в сети интернет. Впереди вас ждет прогноз погоды. Добрых вам дел и добрых новостей! Редактор субтитров А.Семкин